Всяка душа оживится и чистотою возвышается, светлется тройческим единством священного тайны, священного тайны. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я приветствую вас с программой «Мир православный». Сегодня мы продолжим нашу беседу о ангелах. И начнем с того, что все ангелы Божии, они являются служителями, потому что само слово «ангел» переводится как «служитель». Апостол Павел говорит, что не все ли они суть служебные духи, посылаемые для служения людям. И действительно, несмотря на то, что они, ангелы Божии, различаются по иерархии, есть высшие, есть низшие, но в принципе все равно они служат. Они служат Господу и выполняют как вестники Божьи поручения, неся их людям. И поэтому, конечно, для нас это разделение на иерархию, можно сказать, что такое чисто схематичное. Нельзя сказать, что оно только такое и никак по-другому. Но по преданию церковным самым высшим ангелом является архистратик Божий Михаил. Его имя с еврейского переводится «кто как Бог» и относится это к тому периоду, когда произошло разделение на небе. Да, к сожалению, и на небе произошла ужасная трагедия. Часть ангелов во главе с высшим ангелом Люцифером, который переводится как «утренняя звезда», отпала от Бога. И они были низвергнуты на землю. И вот предводитель спал добрыми ангелами, светлыми ангелами, верными Богу. Именно Михаил, именно он, когда возникал вот этот мятеж против Бога, воскликнул «кто как Бог?» Разве может быть кто-то из творений подобен Богу? Конечно, это невозможно. И большинство ангелов встали на его сторону. И темные силы были низвергнуты. По явлению архистратика Михаила людям можно встретить многие свидетельства Священного Писания. Самые яркие свидетельства Священного Писания – это выход евреев из египетского плена. И в Библии описывается, что ночью им предшествовал огненный столб, а днем – облачный столб. И вот толкователи Священного Писания говорят, что вот этим столбом как раз и был архистратив Божий Михаил. Потому что ангелы не обязательно должны являться так, как мы их себе представляем. Ведь представление ангелов, конечно, тоже оно чисто такое схематичное, с крыльями. И это выражает больше даже как символ, символ их служения, символ того, что они вестники. И поэтому, конечно, они на самом деле по своей природе совсем не такие. Просто являются в том образе, в котором мы можем их себе принять, усвоить этот образ, чтобы нас совсем не испугать. Ведь даже явление ангелов, оно страшно для человека. Тоже архистратив Михаил, опять же, явился Иисусу на вину перед завоеванием земли обетованной, и особенно вот города Иерихона. И увидев его, Иисус на вину, а уж он был мужественным воином, он не боялся никаких врагов. Но увидев ангела Божия, он упал на лицо свое, то есть до земли поклонился. Насколько страшен был его вид. И архангел Михаил объясняет ему, как завоевать Иерихон, как сломить эту тверденью, эту крепость. И действительно, послушав его, а он возвещал волю Божию, Иерихон пал. Пал без длительной осады, только по милости Божией. Также вот явление архангела Михаила и защита, опять же, израильского народа была явлена в победе над 185-тысячным войском ассирийского царя Синнахирима, когда он окружил полностью Иерусалим и хулил бога израильского, и тем самым пытался сломить дух защитников Иерусалима, то ночью архангел Михаил явился, и весь лагерь царя Синнахирима был уничтожен. 185 тысяч воинов наутро были обнаружены мертвыми. Это действительно была защита Божия. Удивительный случай описывается в книге пророка Даниила, когда его бросили за исповедание веры, бросили в ров со львами. И вот он находился там три дня, совершенно голодный, и вот в этот момент, когда он там находился, молился, то Господь послал архангела Михаила, и он, взяв в Иудея пророка Аввакума, перенес его моментально из Иудеи в Вавилон, и вот той похлебкой, которую он нес, накормил пророка Даниила. Ну вот такое удивительное чудо Божие, которое произошло. И таких вот явлений много, тем более, что не только архангел Михаил в Священном Писании является, но и другие ангелы, наверное, еще более известных таких явлений, это являются явления архангела Гавриила. Они описаны в Новом Завете, и в книге Евангелиста Луки говорится о явлении сначала архангела Гавриила, пророку, старцу Захарии, и возвещении ему в вести о том, что у него родится сын. Он этим и не поверил, и за это был наказан немотой до рождения Иоанна Претещей. Еще более дивное, славное явление Гавриила относится к Деве Марии. Именно он возвещает ей ту радостную весть, что она избрана стать матерью Господа. И вот насколько деликатно, насколько внимательно архангел исполняет эту волю Божию, эту весть он приносит, так, чтобы не испугать Деву Марию, эту юную девушку, на которую возлагается вот такое тяжелое бремя, стать матерью самого Господа. Как вот ей донести до ее сердца? И вот канон, который считается на Благовещении, он буквально состоит из таких диалогов Девы Марии и Архангела Гавриила. И в нем пытаются церковные гимнографы донести вот то, как происходило это. В Евангелии дано нам в описании кратко это, а гимнографы немножко его уже расширяют. Вот Гавриил является вестником, вестником вот таких дивных божьих вестей о спасении всего мира. Но надо сказать, что среди Архангела есть и другие, которые упоминаются о Священном Писании. Мы уже говорили, что Михаил переводится как «кто как Бог», так его переводится имя. Гавриил – это сила Божия, правозвестник Божиих судеб. Есть еще, вспоминаются такие Архангелы, как Рафаил – это врачевание Божие. Этот Архангел упоминается в книге Тавита, хотя это не каноническая книга Библии, но тем не менее там рассказывается действительно о том, как ангел сопутствовал Тавии в его нелегком путешествии, как подсказывал ему, как помогал ему. И при этом Тавия думал совершенно правильно, что это какой-то человек, который вызвался ему помочь. Лишь потом он уже объяснил им, что он ангел Божий и специально послан Богом для того, чтобы управить вот все те дела, которые нужно было сделать Тавии. Вот такое чудное явление ангела Божия и долгое присутствие его при человеческих делах. Вот. И обычно Тавия, Архангел Рафаил, вот изображается с ящичком, как с лекарством врачевания. К нему можно обращаться действительно для того, чтобы он помог нести нам наши недуги. А может быть и спросил у Господа нам помощь, благодать для того, чтобы мы исцелились от каких-то недугов. Еще один архангел – Уриил, огонь Божий. Вот. Так переводится его имя. Силофиил – молитвенник Божий. Вот. И обычно он изображается на иконе вот со сложными руками, со взором таким молитвенным. То есть он нас учит молитве, внимательной, сокровенной, сердечной молитве. И Гудеил – славящий Бога, и укрепляющий, труждающийся до славы Божией. То есть вот, когда мы трудимся, исполняем заповеди Божии, помощником является нам архангел Иегудеил. И еще есть два архангела – Барахиил – это раздаяние благословения Божия и Иеремиил – возвышение к Богу. Об этих архангелах говорится в книге Ездры. И вот они, все имена эти там исчисляются. Вот. Поэтому вот они являются как бы главными, можно сказать, архангелами Божьими. Но, конечно, их главенство, оно чисто номинальное, потому что все архангелы, все ангелы, они служат Богу, они возвещают славу Божию. Они постоянно находятся в словословии Бога. Не зря вот когда пророки сподобрялись какого-то небесного видения, они видели, что ангелы обстоят престол Божий. Они постоянно взывают «Свят, свят, свят Господь самого Бога». То есть, предстоя перед Богом, ну, самое важное, что можно сказать, это словословие Бога. Потому что, вот, видя Его славу, невозможно не восклицать от избытка сердца, от избытка уст о том, как велика эта слава, как она непостижима. Потому что постигнуть сущность Божию, конечно, невозможно ни человеку, ни ангелу. Но они для нас являются примером вот того, действительно, словословия Бога и верного, неукоснительного служения Ему, исполнения всех Его поручений. А поручение Божие, конечно, заключается в том, чтобы спасти человека, чтобы привести его познание истинным. Поэтому Господь и посылает ангелов, как защитников, как хранителей людей, и не только людей, но и государств, и царств, и народов. Вот, и помощников в каких-то определенных делах, вот, и в научении, в молитве, в научении, в исполнении заповедей Божьих, да, в радости от тех, кто живет праведно, и в печали от тех, кто отступает от Бога. Ведь ангелы, которые нам даны как хранители, они действительно радуются, когда мы живем во Божьем. И печалятся, и как бы отходят от нас, удаляются от нас, когда мы не хотим жить по воле Божьей. Вот, и очень важно, что есть вот такое понятие, как ангел-хранитель. Это действительно очень древние церковные понятия, и об этом многие святые отцы говорят о том, что каждому человеку при крещении дается ангел-хранитель, являющийся постоянным спутником, защитником, охранителем данной души и руководителем ее к Царству Небесному. Но для того, чтобы ангел помогал, необходимо содействие нашей воли, наш свободный выбор служить Богу. И тогда помощь Божия и помощь ангела-хранителя, она действительно будет действенной и даже заметной в нашей жизни. В Священном Писании очень много таких примеров, когда ангелы действительно сопутствуют человеку, охраняют его, помогают решить те или иные задачи, которые он перед собой ставит. Ну, допустим, один из таких примеров, когда Авраам, правотец, посылает своего слугу к своему брату Нахору, для того, чтобы взять оттуда жену для своего сына Исаака. И напутствуя его, говоря ему, чтобы он обязательно исполнил это поручение, он говорит, что не бойся, ангел, которого Господь пошлет тебе, он будет сопутствовать, поможет тебе во всем. И действительно все так и совершилось. Можно увидеть, как, когда Иаков возвращался уже в землю к своему брату Исаву, и он очень боялся этой встречи, потому что они поссорились перед этим. И Исав обещал убить своего брата. И вот, чтобы его укрепить, Господь показал ему явление ангелов. И это было настолько удивительно, что Иаков сказал, вот это ополчение Божие. То есть он почувствовал, что Господь не оставит его, что благодаря вот этой поддержке и ангелов он действительно исполнит то, что было необходимо. Действительно их встреча с братом произошла мирной. Они примирились, они больше не враждовали. Вот в Новом Завете мы также встречаем множество явлений ангелов. Когда Христос, Господь, родился в Ифриеме, то большое количество ангелов явилось пастухам, и они возвестили им об этой радостной вести. И воспевали песни, которые мы до сих пор поем. Слава Вышней Богу на земле мир в человеке благоволение. Самому Спасителю, когда Он был в пустыне и молился, ангелы служили Ему. Ангел же укреплял Его Господа в гефсиманской молитве перед распятием. И ангелы возвестили мироносица о том, что Он воскрес из мертвых. Сам Господь говорил Своим апостолам о том, что отныне Вы будете видеть небо отверстным, и ангелов Божиим восходящим и нисходящим. То есть вот служение ангелов действительно стало наиболее видно в Новом Завесе. И уже в книге «Деяния апостольских» говорится о том, как ангелы, допустим, укрепляли апостолов их служением. Апостола Филиппа, когда он хрустил Емука. Особенно явное чудо было от ангела, когда он вывел незаметно апостола Петра из темницы. Он был охраняем, очень сильной стражей. И все двери, запоры были закрыты. А вот все это через ангела было открыто. И он незаметно вышел так, что стражники, которые не спали, они не заметили этого выхода апостола Петра. Он же явился сотнику Корнириума и указал ему, как ему принять крещение. Рассказал ему все это. То есть вот эти явления, они настолько удивительны, что мы можем понимать, что действительно ангелы участвуют в нашей жизни. Мы, может быть, их и не заметим в своей личной жизни, но ощутить их, конечно, возможно по той заботе, по той охране, которую они постоянно над нами проявляют. И мы постараемся в следующей программе вот именно поговорить о том, как вот ангелы и теперь в наше время защищают людей. И не только святых, а порой даже еще и некрещенных людей. Вот и рассказав эти случаи, мы сможем убедиться, что насколько важно действительно почитать ангелов, молиться им. Но помнить о том, что ангелы остаются ангелами, служебными духами и творением Божиим. Они ни в коем случае не являются нам самостоятельно, только по воле Божьей. И чтя Господа правильно, истинно, мы тем самым сподобляемся и помощи от наших ангелов-хранителей. На этом я с вами прощаюсь, дорогие братья и сестры. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами. Всяка душа оживится и чистотою Возвышается, светляется Тройческим единством Священно-тайне, священно-тайне.